Общее мы сделаем на критический анализ. Итак, я прошу каждого по очереди проговорить свое общее. А задача группы, группы визит у каждого из вас, выбрать одно общее, которое неправильно. Это не является общим между этими двумя терминами, за которыми какой-то смысл стоит. Защита прав. Защита прав. Сначала сходство, да? Одно. Защита так же. Защита так же? Защита. Отлично, пожалуйста. Право защиты. Право применения. Защищать. Тут аудитория большая, я прошу так же говорить, чтобы было слышно. Служитель закона. Правда. Правда. Практика. Боже. А не отдай. Правда. Юрист. Сказание юристов. Там еще что-то? Просто юрист. Нет, я еще что-то говорю. Так, ваше, пожалуйста. Юрист. Хорошо. Итак, я прошу выбрать в течение 30 секунд одно общее между адвокатом и вольдом юристом, что таково не является. Пожалуйста, 30 секунд. Через меня можно попросить повторить. У кого-нибудь в конце. Кто? Влад. Влад, пожалуйста. Ложь. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не выбрал одно определение, одно общее между адвокатом и вольдом юристом, которое самое неправильное. Кто не выбрал? Причина. Вы видите, как выбрал. Уфу. Вы на себя поднимаете мосты руку. Ну, это не так не получится. Сейчас мы будем на следующий факт. Итак, почему? Удачи не нашла. Вам нужно время или повторить? Время. Сколько? Минуту. Хорошо, прийти. Вам надо повторить только? Итак, время и стекло. Я прошу поднять руку. Кто не выбрал одно общее неправильное? Ну, кого-нибудь? Итак, мы пройдем сейчас в голосование. По очереди, в таком же порядке, вы будете проговаривать свое общее. Проговорили, делаем паузу. И кто желает это критиковать, поднимает руку. Один человек, один голос. Один человек не проголосует. Голосуем завтра. Как хорошо? Заново выголосовать. Пожалуйста. Защита прав. Защита прав. Пожалуйста. Кто выбрал? Нет. Пожалуйста. Защита. Кто выбрал? Кто выбрал? Право защиты. Кто выбрал? Нет. Право применения. Кто выбрал? Нет. Защищать. Пожалуйста. Служите закону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять пальцев. Нажимайте. Практика. Нет. Пожалуйста. Так. Они не два раза? Нет. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Не снимался, да? Оказание юридической помощи. Оказание юридической помощи. Пожалуйста. Кто выбрал? Один. Пожалуйста. Юрист. Умение? Юрист. Пожалуйста. Кто выбрал? Хорошо. Подведите, пожалуйста, руку, кто не проголосовал. Отлично. У вас есть победитель. Пожалуйста, огласите вашу позицию. Ваше слово. Это у нас общее, да? Там чуть длиннее, но возле права российской страны. Итак, у нас ложь. Это ложь. Это то общее, что есть у адвоката, у увольного юриста. Пожалуйста, вы понимаете этот концепт? Что срывается под ложью? Что это за общее? Что это за общее? Можно рассуждать несколько. Знаете, вы говорите вот так. И поднимается вот так. Вверх и мешает. Это как упражнение такое. Объясните. Как вы понимаете, что значит ложь? Ложь. 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 В целом корректно. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руку тот, кто считает, что это не общее, что объединяет адвоката и вольного юриста. Вольного юриста. Ладно, раз выбирайте. Можно маленького. Нет, это без разницы. Кому больше опыта выступит. Ладно. Вы можете выбирать? Просто взять и выбирать? Поднимите, пожалуйста, еще руку, кто желает критиковать Влада. Держите. Прошу держать. Прошу держать. В смысле, кто исправит? Я скажу просто. Что? Волосы. Волосы. Ладно. Но я считаю, что он не всегда адвокат и юрист ввел. Потому что какие-то частные случаи, если он может поставить свой вольный юрист. Скорее всего, он больше правду говорит. И это не самое то общее, что его должны объединять. Маша, я слышал. Итак, поднимите, пожалуйста, руку, кто не понял Машу. То, что выше не объединяет адвоката и вольного юриста. Скорее потому, что это частные случаи. Допустим, вольного юристу, правильно, что это больше консультация. Могу не предложить. Сейчас секунду, не спешите. Маша, корректно? Почти да. Почти. До той или иной степени, что это ваш? Да, да. Точно ваш. Потому что вы это будете защищать. Так, повторить, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, еще раз. Я прошу не добавлять своего. Ну, как минимум. Хорошо было бы, не очень много своего. Хорошо. Ложь является общей между адвокатом и вольным юристом. Это считается частным их случаем. И, скорее всего, они должны говорить больше правду. Адвокат и вольный юрист. Вольный юрист. Так, стоп. Маша же корректно? Она же по-другому сказала, что делать. Корректно? Корректно? Некорректно, Маша? Чего же скажи? Вольный юрист. В том плане, что вольный юрист должен говорить больше слов. Что вы на меня давите? Смотрите на Машу. Маша, если нет, то нет. Нет, то нет. Ну, опять, у нее какое-то расстройство. Давайте еще раз, пожалуйста, носите его. Какой Ксюша? Здорово. Маша сказала, что адвокат и вольный юрист в своей деятельности не всегда умут, что они только иногда применяют данный прием. И что ложь это не то самое главное общее, что может их объединить. Вам понятно? Да. Вам понятно? Да. Вам понятно? Что вы понимаете? Как критикуют Маша? Ну ладно. То, что критерия ложь, которая выделена власть, не является общим, так как применение обжиев. Я не смогу так дословно, чтобы помочь. Нет, это как санкция. То, что не является корректным, так как адвокат и вольный юрист, они же в защите от прав. Это ваш принцип, не то что выгодно. Маша? Маша? Корректно? Нет. Пожалуйста, Василий. Артур. Смысл заключается в том, что ложь не является тем общим критерием между адвокатом и вольным юристом. Ложь – это частный случай. В основном адвокат и вольный юрист говорят правду. И лишь иногда им приходится прибегать к такому критерию, как ложь, чтобы отставить права своего клиента. Маша? 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 Вам понятно? Маша? Пожалуйста, что так он делает? Ложь – это частный случай. Ну, и приходится прибегать, что адвокат, что у них права не видит. И значит? Хорошо. Ну, это просто тезис надо договаривать иногда, чтобы не забывали о чем аромат. Дайте, пожалуйста, другому, кто не понимает критику Маши в последнем варианте. В моем, получается? Нет, не у Маши. Но она меня просила уточнить. Скоро, что она чуть-чуть изменитого. И потом мы спросили у Маши, корректно? А, как будто меня она не поговорила. Маша, было корректно? Да. А, перерывно, да. Ну, что, значит, позиции. Пожалуйста, Влад, вы понимаете Машу? Вы согласны с Машей? Нет? Пожалуйста, Ваша разрешит. Только одно. Одно разрешено. Все два я помню. В ложь я вложил несколько более обширное понятие, чем донесение другой информации. Также к этому вкладываем искажение этой информации, либо ухода ненужной информации. Точнее, ненужной юристу информации. Сейчас, в принципе, юрист лично по мне занимается каждый раз. Он либо уходит от дела в суде, либо он искажает какие-то факты. Чтобы спектр более приглядно показать своего приема. Ну, или себя, если он хочет показать себя более удобно. Итак, напомните, пожалуйста, руку, кто не понял, что сказал Влад? Как возразили Влад? Думайте ровно, кто понял, как возразили Влад? Пожалуйста. Как вы поняли, как возразили? Что Влад вложил в это общее понятие ложь более обширное, чем говорила Маша. То есть я, наверное, убедусь, что не именно ложь заключается в том, что умрет, а в том, что иногда он искажает факты, либо что-то недоговаривает, чтобы более презентабельно смотреться в суде, либо лучше показать силу в суде. Ладно. Правильно я понимаю, что тем самым вы говорите, что адвокаты вольные юрии сигналы будут? Ну, легко, в широком смысле. Вашему оппоненту возражения? Вы согласны с этим? Ваши возражения? На мой взгляд, такой подход больше к адвокату. Вольный юрист, его задача скорее как можно более правильную информацию преподнести. Даже юрист полностью такой предмет. Его цель не лгать, а скорее разъяснять, пояснять. Поэтому тут колоссальное развитие больше даже, когда и лжи, чем сходство. Хорошо. Итак, кто не понял возражения Ваши? Пожалуйста, как Вы? Вы поняли возражения Ваши? В целом, да. Ну, если она имеет в виду то, что если взять отдельного юридического юридического юриста, то он должен даваться неправомерной консультацией, а не лгать. То есть, наоборот, по-моему. Она не спросит, или что-то там, не скажет, какие-то факты, кто-то стоит в пользу. Маша, корректно? Нет, если не знаете, лучше, чтобы она еще раз. А еще раз? Нет, не она. Пожалуйста, спросите. Ага, лучше спросите. Спросите. Да, по-любому. Потому что Вы неправильно будете. Маша не верифицировала, то есть, сказала, что это правда. Пусть будет вами. Что сделаем? Ну, Вы сами не выбрали кого-то, чтобы... Пусть будет вами. Основная идея Маши заключалась в том, что, как адвоката, как невольный юрист, выступает не только в суде, где ему приходится, может быть, полагать, или что-то говорить, но так, что он оказывает другие виды юридических помощи, среди которых, например, есть консультации. И в процессе этой консультации юрист не лжет, а, напротив, он дает своему клиенту достаточно правильную информацию, не допуская при этом каких-то выдумков. Маша, корректно? Да. Вам понятно? Но, видите, Маша не лимитизировала. Значит, что-то там было не так. Пожалуйста, так вам понятно. В том, что угольный юрист, в момент того, что выступление в суде, или его не может искажать факты, он может оказывать какие-либо консультации клиенту, в которых ему нужно приводить. Маша? Маша? Ладно, вам понятно? Вы согласны? Не совсем, поскольку. Ладно, посмотрите. Ваш клиент-педагог не совсем? Нет, не согласен. Не согласен. Хорошо. Пожалуйста. Ваш последний день, к чему приголосовать? Ситуация заключается в том, что Маша, как мне показалось, до конца не понимает, кто такой вольный юрист, поскольку она в своем подтверждении дала ответ, что вольный юрист должен следовать закону, он должен пояснять, а она даже не предполагала возможность того, что он может выступать адвокатом. Потому что вы вначале нам объясняли в контексте того, что вы встречались с вольными юристами, которые заткнули за поезд и убили адвокатом. Значит, в вашем контексте предполагалось, что это вольный юрист, то группа Галёвка, а чисто адвокатом выступала, просто не адвокатской коллеги. Но Маша понимает, что это вольный юрист, исходя из утверждения, как Никол Савельевич. Хорошо. Подоверьте, пожалуйста, руку, кто не понял Влада. Юля, посни, пожалуйста. Влад говорит о том, что Маша не до конца поняла различия понятия адвокат и вольный юрист. Что вольный юрист также может быть и адвокатом, представляя кого-то в суде. А ты думаешь, что вольный юрист только дает частную консультацию. Что на самом деле это не так, что вольный юрист может быть также и адвокатом в суде. И так, подвините, пожалуйста, руку, кому непонятна позиция Влада. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кому непонятна позиция Маши. Пожалуйста, можете одни предложения, позицию Маши. Позиция Маши состоит в том, что ложь это скорее различие между адвокатом и юристом, нежели что-то в обществе. Может, корректно? Тогда я думаю, что, скорее всего, частность ложи. То есть не корректно? Не совсем. Не корректно. Пожалуйста, спросите Маши позицию Маши, за которую мы будем голосовать или не будем голосовать? Нет, давай, Маши. Но Майя считает, что ложь это не то самое вообще, что объединяет адвокат и юрист. Хорошо? Корректно. Объедините, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию Влада. Позиция Влада заключается в том, что он считает то, что Маша не совсем понимает сущность понятия вольный юрист. Вольный юрист подразумевает само другое понятие и в своей практике как адвокат, как и вольный юрист им приходится лгать в широком смысле и таким образом искажать информацию. Делать так, чтобы эта информация была именно в свою пользу, то есть искажение, другая интерпретация и т.д. и т.п. Поэтому адвокат и вольный юрист очень часто встречаются с таким критерием своей деятельности как муж. Влад? Цельность. Ну, может, да. В такой лицеленности что-то? Да. Ну, каждый раз. Ладно, добавляйте ну, там всякие... Да нет, просто ситуация... Да сколько... Да нет, и дождали... Да нет, просто не подтверждили, что все нравится, но слишком большое вышло. Знаете, ну, кроме меня и дела вообще в ней нет. Ну, всегда, кто-то что-то не так доброе проговаривает. Но это здоровье для вас тоже. Ну, ну, разберите, если... Ну, а все где-то? Согласен, можно? Ваши комментарии. Владислав, ты, ну, в своем споре приводил несколько аргументов, и я все твои три аргумента слил поедино, чтобы дабы показать твою позицию. Нет, я понял. Если бы я сказал твой последний аргумент, естественно, это было бы короче, но тогда бы твои аргументы не подъявили. Нет. Хорошо, все, я прошу прервать это. Итак, пожалуйста, я прошу определиться позиции Маши и позиции Влада. Вокруг концепта ложь. Прошу определиться, 12 секунд. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не определился. Итак, один человек едет голос, один не пригласил, голосует за голос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что ложь это тот общий концепт, который объединяет и вольного юриста, и адвоката. Поднимите, пожалуйста, руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку, что ложь это не тот общий концепт, который объединяет вольного юриста и адвоката. Один, два, три. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не проголосовал. Хорошо. Я потом проверю, да? Шучу. А, нет, шучу, наверное. Не знаю. Итак, у нас осталось... ... 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